у вас есть уникальная возможность посмотреть как я живу как я живу учитесь не жить как я как я блондинка брюнетка в огороде доброе утро да мы немножечко не fresh и сейчас 7 утра я решил вам честно показать как выгляжу потому что баня будет сегодня вечером сейчас я буду сидеть с грязной башкой вообще все еще дрыхнут но нам нужно начинать наш день потому что я вам должен показать как можно больше сегодня я специально настраивал себя встать пораньше чтобы пойти в банк и просто сделать все возможные деревенские дела которые только можно если что так не проходит мой каждый день вообще далеко не таким разнообразием дел я обычно не занимаюсь вот такой небольшой дисклеймер чтобы вы потом не гнали на себя потому что я тоже дурачок наше утро начинается с медитации чтобы очистить потоки самом деле это видео служит для меня тоже некоторые мотивации потому что я это нарцисс как-то будем слушать это волны ура поехали просто ваше мнение что мы можем сделать на что из-за того что постоянно хожу в город у меня забиты поры и ноги у меня в таком состоянии там мои шедевра ноготочки они все черные насколько вы помните из турции это еще раз и она мне вот вот в таком состоянии да то есть она не выдавливается что в принципе было ожидаемо но я победитель я не сдаюсь так просто вот этим у него не чистим это вкус делюсь и что видимо возмужал у меня просто лезут уже какие-то волосы везде я стараюсь выдергивать конечно не все получается ну хотя бы как-то я могу приблизиться от своей бороды потому что бороду я вообще не хочу вот усы можно а вот это время одеваться вот такой у нас на ядик да немножечко на грязном и активность у нас соответствует себя ждут по ждут пока я их выпущу ну-ка вы помещали будем и хорошим и заниматься спортом вы к себе помню старался знаете почаще выходить на улицу завтракать быть сюда вот вам фото сырников я недавно осознал то что я всегда стремился типа к развитию к тому чтобы не знаю классно выглядеть и тому чтобы привести свое тело в порядок для меня всегда это было важно чувствовать себя хорошо мечтает чем-то заниматься чтобы жить эту лайф прикиньте это просто какая-то базовая настройка моего меня как только у меня появилась ответственность за свою жизнь я сошел с ума и стал продуктивным вот поэтому капните в себя может быть вы тоже хотите развиваться мне кажется что мы все сюда мы пришли за эволюции да какой-то в этот мир невозможно вы просто это вовсе не вы очень часто мы попадаем под влияние других людей вы думаете типа мне не внушали то что я какой-то другой люди это делают не со зла просто они складывают какие-то стереотипы о вас которые могут потом начать вами управлять вы будете стараться как-то им соответствовать осознанно или неосознанно но я просто всегда внутри знал что они такое что я активный что я люблю спорт хотя мне казалось что не люблю что я не ленивый что я хочу и пор развиваться некоторые вещи совпали с моим внутренним ощущениям и все это далее ну что с вами катя клэп хотите фокус вот так умеет на самом деле если бы ты не ведет нас ее не вышел что здесь общество соса или people и не ходит туда-сюда ко мне пришел код видимо такой намек да что я дома походу я дома ребят ладно друзья давайте я продолжу без звука и на выгляните какие цветочки раз такой нежный момент я не могу в один присест просто таксу сделать люблю параллельно делами заниматься и тренироваться поэтому где-то 60 70 процентов я сделал остальное мы загоним в процессе последующих занятий жизнью это посмотреть как там учета здравствуйте мы пришли вас кушать не сыроеды внимание вот так они выглядели три недели назад у нас с вами новый разряд физических загрузок я сломал штатив просто блять я просто слова что в принципе решение очевидно выбор очевиден я думаю может быть это есть какой-то эпоксидный клей типа что-то такого модного использования давайте сначала открутим я сломал головку самого штатива охренеть я дебилища это проблема ребят это очень плохо это очень плохо но я постараюсь найти такую же на озоне но все это нам надо как-то выкручиваться ну слушайте вроде бы встала на место да вот это вот что такое что это может быть все что угодно раствор радио типа антарктическая пыль непонятно что это может сделать приклеить растворить поменять агрегатное состояние на металл не не знаем давайте не будем за такие риски я думаю нам стоит себя немножечко вот так обезопасить да потому что дело серьезное это просто реально сон 40 градусов и ничего не понимаю по какой логике распределяется ведь многоцелевая смазка многоцелевая смазка ну ребят у этой смазки много цели ничего ладно я думаю ничего умнее не придумаем чем изолента еще не изобретено этому давайте все таки как бы по старинке да эстетика отсутствует сегодня хотя начиналось так красиво еще надо как-то аккуратно не заклеить колесико которая регулирует мне регуляцию жизни и мы с тобой везде в целом мире это держится хорошо колесико крутится поэтому я считаю что мы с правильной задачей починили все очень блин ладно бы я просто вот это крепление сломала я взял весь штатив запорол я еще думал какой у меня крутой штатив ну просто вообще все что можно делать куда угодно закрепляется я кстати хотел попробовать его закрепить вот так давайте попробуем что-нибудь снять чувствую себя знаете как челс установкой типа брекетов с экосистемы как раньше делали снаружи прям такая была груда металла мой образ нам от гала нам нужно нам нужно набрать воды вот в эту бочку поэтому давайте найдем шланг вас первого лица это знаете как снимают котов от первого лица вот вы сейчас за мной также наблюдать ищем кончик ищем кончик и кончик вот погода вставляем эту turbo змею в нашу бочку пойдем давайте включим воду яйца вода не бежит и не чувствую бежание ну-ка это вот так мы бежим это по твоему бежание мы шланг заломил об а ну ну конечно но уже знать напор такой стабильный можно начинать поливать а будем поливать помидоры набирая в лечку на всю нам не надо потому что мы сейчас будем добавлять turbo траву точнее отвар тут у нас отвар крапивы и мы вот так аккуратненько добавляемся и погна поливать помидоры я делаю вдох так пахнет диор я искал это помидорчики нужно поливать пониже чтобы вода не попадала на листья потому что потом они от этого могут сдохнуть а мы этого не хотим не хотим этого везите меня вот так вот я вошли его маслом груша по накатанный отвар крапивы меня кстати мы это лечили от астма видите какая штука универсальная раньше как-то же все тоже выращивали объем под корень а вы сделали свой утренний вакуум я нет опа какой-то жук вообще обсудим просто его желание сделать вакуум теплицы все поливаем в ускоренном режиме просто за секунду а нет не за секунду уже давно все льется ладно все идем выключаем все у нас на серьезе вот это стрессоустойчивость и координация давайте же отнесем этот шланг в баню потому что мы сегодня будем топить а как мы будем мыться без воды да я несу змею ростом три часа туда его сидеть пока набирается вода я пошел золото этим ребят мне нужно помыть голову нас просто нет выбора потому что я хочу сегодня сделать фотографию с утенком пока и поэтому сейчас я буду мыть голову в холодной бане все-таки человек хайпа чтобы вам по мне не думали я готовлю вскоре дикантом как бы шо мелочиться давайте прям со шланга удивительные люди почему его не болеет это просто настолько холодная вода что даже не мылится у меня голову я даже не знаю что делать может быть оно и к лучшему да вода перевелась с бочки ну в принципе это не удивительно бочка же не бесконечна вы просто не представляете насколько холодная у нас вода первая эмоция когда я открыл здесь кран после тут это то насколько холодная вода типа хз по моему она почти нулевая ладно вроде норм так кудрявый метод у нас всегда работают нам для фотки прям обязательно нужно сделать кудри вообще они у меня как бы всегда есть обычно когда волосы у меня чистые они как бы так кудрятся кудрятся сегодня нам нужно прям стальные я постараюсь нанести кондиционер говорят что его нужно наносить когда волосы уже сухие но я хочу чтобы он был полегче стива чтобы немного разбавился с водой и не сильно утяжелял волосы потому что тут нужно реально найти баланс какой-то вселенский типа чтобы волосы были защищены в то же время не сильно тяжелые потому что когда волосы тяжелые они ложатся все равно как сопли главная практика берем энергию своих ручек да и своим теплом своим позитивом заряжаем каждую кудряшку формируем придаем форму это же наше дело мы можем сказать делать все что угодно потому что она нам помогает она нам служит когда мы его любим но нас слушается ребят такая у нас еще дополнительная медитация сегодня так все побежал останавливать воду пока тут побудьте последите за моим шампунем дальние спасибо ребят челочку надо как-то распределить да чтобы она такими тремя соплями не засохла у меня и постараемся разделить пробор хотел бы сделать пародию на разделение пробора потому что что я понял о волнистых и кудрявых волосах то что они абсолютно хаотичны типа нельзя подчинить хаос этом нету смысла проще действовать по законам хаоса и подчиняться этой спонтанности на голове еще люблю вот так делать вперед волосы закидываешь и делаешь жам-жам идеально просто бомбически осталось чтобы это высохло в таком положении поэтому толстовку пока надевать не буду буду ходить в полотенце мой новый наряд нам от гала хэппи прайд ребят всем счастливого июня давайте я перечислю плейлист песен которые у меня играют сегодня в голове матушка земля белая березонька для кого святая русь для кого донозонька это первый трек и второй трек люди с вот такие песни почему я не понимаю пятерочки геленджик давайте все-таки приглянем локацию для вата сессии у нас есть вот такая черемуха или это сирене не помню по моему это белая сирень бабушка предугадала когда расцветил буквально он сказал я думаю завтра распустится день просто по приказу ну а что а нельзя кусать рубу которая кормит поэтому можно взять такую теночка и в сирень по наряду можно по сути в той же толстовки или что-то такое светленькое вот в идеале реально белая чтобы хорошо сочеталась знаете в чем состоит проблема нашего то сессии вот кстати референс это фотография моей подруги кристины проблема заключается в том и в этот момент у меня все три фонды хотят сказать что проблему заключается в том в общем то и забыл в чем проблема это просто не знаю мне нет комментариев он холодный он идеальный он самый лучший мне сейчас происходит на кухне вот такая ситуация да это моя тактика чтобы поймать муравьи они забегут в ловушку и я их всех короче у нас завелись муравьи я до сих пор не понимаю откуда они взялись но через какую-то щелочку видимо с улицы они пробрались и первая мысль которая меня посетила это то что они пришли видимо охотятся за моей едой возможных приманил сок фруктов или что-то еще которые кстати постоянно вытираю с пола проверяю чтобы не было никаких следов они не лазят в мусорке то есть мне вообще непонятно какова их цель потому что они просто ползут по кухонному гарнитуру в один из дней я открываю одну из полок на кухне и там просто сидит штук 20 или 50 муравьев которых я истребил своими пальцами должны записать свою муравьиную историю как великую трагедию под гарнитуром уж такого месива действительно не ожидал никто эта история жестко повлияло на мои привычки потому что теперь я не могу хранить мусор дома я его выкидываю за окно знаете так пакет закидываю и закрываю окно чтобы он просто вот так болтался перед тем как пользоваться какой-то посуды мне приходится конечно же мыть и потом мыть еще после использования прошло уже наверное недели две и я до сих пор не смог найти первопричину это место из которого они лезут просто нету какой-то волшебной щелочки которую можно увидеть откуда сочатся муравьи каким-то образом они попадают сразу на второй этап вот такая история спасибо в общем сегодня да у меня такая основательная уборка я протер окна зеркала оказывается они были прозрачным привет представляете к сожалению полностью они не оттираются потому что внутри там есть еще такие штучки всякие которые невозможно почистить нужно просто менять вот эти стеклоблоки чтобы они были прозрачными а так в целом уже стало немного получше ставьте лайк подписывайтесь на мой канал чтобы быть в курсе всех уборок вами был мистер пропер ну как бы у нас затеялась такая небольшая перестановочка в этом весь как бы я без перестановочек на никуда получился вот такой интересный уголок вот такой интересный уголок и прекрасная стена для того чтобы стоять на руках протер окна они стали выглядеть получше но в середине они все равно какие-то потеки там вроде все такое с этим ничего уже не сделаешь поэтому да кайфуем мне нравится что зеркало при середине комнат теперь все как надо по правилам напоминаю мне асцендент вольве это вообще по сути главный предмет мебели это зеркало но кстати из танцевального зала но даже дрыгается знаете ли вы хоть раз были в танцевальном зале она прям так шатает ну и вот такую красоту я навел на кухне да уже как бы приличненько тут у меня сушится посудка 30 литров сока до конца ничего не сделал потому что у нас посуду типа хотелось бы мне помыть до после муравьев еще раз всю которая в полочках лежит но смысл если они все еще здесь но они все равно могут прийти в любой момент не верьте 90 процентов людей видели это честно говоря я не понимаю почему эта песня играет на фоне она просто в голове куда мы ехали в общем приехали мы в деревенский магазин и купили помидоры чечня и вот такой набор да и поехали мы обратно да и круто нам что обзор на покупочки из магазинчиков черешня укропа апельсина какой-то мертвый банан мандарины кающим помидоры чечня помидоры на ветке огурцы и лимон сумма покупок я не знаю где-то вот тут кстати друзья у меня в инстаграм есть хайлайт с покупками моими за июнь и я там хочу собрать коллекцию всего а еще стараюсь в год в истории так что вы смотрите ладенько им с эти кудряшки получились довольно таки симпатичные он типа нам прям восхитительно сейчас предстоит очень странная страшная вещь идет мой оператор лиза нам нужно договориться с утенком погна погна хорошие не знаю как это делать типа для этого не было опыта еще бегает кот утенок такая легкая минутка расизма потому что нам нужны желтые все вы меня боитесь я вас когда-нибудь интересно где можно найти эти фото это и многие другие в этой соцсети ставим лайк круто понесли этого конечно пошли мыть руки он просто был весь готовы прям ровно до дождя типа ничего не было у нас бассейне это что за цвет фиолетовый красный почему вода на марсе была найдена на самом деле мы убили человека мысли заиграем в этого хомяка не знаю ее все забулили вчера за это для меня это смесь бомжары покемон гол вот это вот яйцо раньше надо было тыкать кликер какой-то был чтобы динозавр выупился и еще было приложение что-то немзис что-то там в котором тоже была какая-то криптовалюта говорили что потом за нее можно будет купить чашечку кофе но есть как я понимаю провалился я просто хочу быть частью этого хомяка конечно не хочу заработали просто за этим наблюдаем не интересно быть частью думать какие стратегии они применяют потому что по сути они привлекли огромное количество внимания люди ищут везде подсказки по соцсетям у них во всех соцсетях там типа 15 по 20 миллионов подписчиков в эту игру играет 90 уже наверное 100 с лишним миллионов людей по всему миру и это огромное количество внимания я уверен что у них сейчас дофига инвесторов дофига людей которые хотели бы с ними сотрудничать конечно с этого вы вряд ли сделаете какой-то гениальный профит но реально для меня это просто игра кликер у меня там уже уровень как называется эпик у меня эпик уровень уже 8 миллионов мне еще нравится соревноваться с людьми типа это так странно что мы все играем в хомяка а некоторые уже забулили ну что кукинг вы ждали вы просили и сегодня мы будем готовить чеченцы помидоры у меня есть остатки вот такой оливковой пасты я привез ее с турцией никто не ел в итоге я ее сам зажрал эти обязательно зайдите в инсту и лайкните вот эти вот мои фоточки я шо я их съем не будет лайк осознавать помидоры у нас есть вот такой авокадо вчерашний и я даже что-то не знаю как мне это все совместить или ведь можешь просто нарезать да так и поступить немного попозже я сделаю блюдо с кешью вы знаете как делаю просто шедевр записывать рецепт и бесплатно вам даю берете кешью берете горчичное масло нерафинированное холодного чем пятерочки купил за 100 рублей за 100 рублей она конечно в пластике это странно но будем это добавляйте что лимончика сок кешью чесночок не можно немного воды или белочного уксуса ну короче смотрите по вкусу и получается консистенция типа как у майонеза сделать посоль опять второй раз пока когда вы мешаете что-то кислое типа лимон с уксусом основой получается реально текстура как у майонеза какого-то он прям становится таким воздушным я бы это назвал даже такой сметаной типа так что пользуйтесь я очень люблю под прошлым видео написали что я не забыл комментарий что-то про то что я пополнил немножко на массе но не пополнил уж точно наоборот самая цитируемая талия страны даже у ос глаза повылазили типа мне без разницы просто есть люди которые читают комментарии потом загоняются типа если я пополнил то что тогда с людьми которые полнее меня типа что просто не надо такое писать корял не я понимаю что типа написали не со зла просто я предупреждаю что лучше так не делали же создаем безопасная нежная творческая комьюнити бнтк безопасная нежная творческая комьюнити имени егор сорокин правило первое вот уже рассказал берем тарелочку деревянную посуду вообще знаете и нельзя долго контактировать с водой она мне пролежала в раковине ночью я прям чувствую она впитывает бактерии во первых во вторых у нее форма меняется видеть такая трещина и потом он начинает пропускать воду ну конечно же начинает пропускать и потому что она просто но на деревянное дерево имеет свойство впитывать и потом распитывать и конечно все идет не по плану здесь услышали звук на я очень люблю нарезать помидоры вот этих чайчанок мы режем вот так на кругляшки вот на такую тему как же они выросли эти чеченок по ходу прям так скажу если у вас не получается нормально нарезать помидоры делаем небольшую дырочку кончиком ножа и потом когда дырочка есть он видите нож уже плавненько заходит и вы можете резать своих чеченов с удовольствием если это видео смотрит чувствительные чечен это просто шутка это просто юмор ребят вы не обижайтесь я вообще про помидоры говорю у вас кстати пиздать еще помидоры любовью из сибири и уважением следующий этап режем авокадо просто произвольными какими-то ломтиками я буду есть просто так вот такие получились у нас стрипсы и укропчик потому что я его просто обожаю это лучшая ситуация некоторые люди не любят укроп я слышал такое высказывание что когда добавляют много укропа он просто перебивает на себя весь вкус и люди чувствуют типа только укроп не знает одного чего ты к такой слышу ну конечно да неприятненько но как-то дело касается я я готов ну типа мне нет ответа на это просто у всех своих вкусов я на нем вырос это мой хлеб моя соль мой вай мой хай мой стайл мой лайф и мой хард стайл сейчас нужно разработать на маску это единственная тарелка которых мы будем это делать тут я добавлю арахисовую пасту так ложечку ну еще в 1 ложечку это в рамках этой тарелки это просто это ничего видите консистенция такая тягучая ее пока что нельзя намазать и когда вы добавите сюда что-нибудь уксус или лимонный сок что же произойдет давайте узнаем консистенция поменялась в корне видите она стала более воздушной и более какой-то не жидкой давайте добавим сюда укропчик и еще раз перемешать у нас получается уже такая прямо на маска паштет я не знаю что это такой какой-то момент давайте попробуем приятный чудесный ореховый вкус можно добавить сюда чуть-чуть горчичного масла прям чуть-чуть вот такая штучка колобок теперь намазываем это на наши помидорки я очень люблю блюдо в стиле бабушкиного застолья 50-летие реально все блюда практически именно вот такого формата потому что да блин они классные концепт классная их просто дорабатываю делаю в моем понимании гораздо лучше свежее натуральный растительный и все остальное так мы справились теперь давайте разберемся с остатками этой пасты и прям совсем у меня немного поэтому давайте намажем на вот эти кусочки и на самом деле много не надо если однажды такую встретите купите я прям тонким слоем намазываю на помидор и этого достаточно ну и сейчас не тоненьким вот видите такая ситуация получается это топова нужно немножечко так вмешать впечатать эту чернь потерялась жучка и куст пересох и узел за ручку всех хороших бог ну все готово сколько мы потратили 16 минут у меня видео записывается и не надо ставить у плиты ребят мечта любой домохозяйки сегодня у катюши юбилей сегодня у катюши юбилей сегодня у катюши юбилей пойдем тестить идеально я так щас пока как жестко типа очень много очень много я вообще не понимаю мы сейчас будем с лизой играть dbd не знаю никогда по моему об этом не говорил ну вот говорю играю балую мы играли два часа сейчас мы переходим в новую локацию разблокирована новая локация баня а мы сегодня тут же были ладно короче сейчас я буду топить баню на самом деле бабушкой уже растопила нужно просто подкидывать дрова ничего делать там только значит дым не знаю зачем раскрываю все тайны но у нас короче тут наверху лежат всякие с ну типа срач старые вещи вот как называется это и здесь случается штучки это называется тетради мои из техникума я сохранил пару тетрадочек но вот эти зачем география туризма география туризма дисциплина изучения страны и регионы приц интерес для тур то туристов термин туризм боже вообще что за дебильные такие варианты оформления не понимаю я вообще по-другому все сделал и вот ими можно топить баню то есть мы же и так жгем да получается какую-то бумагу можно вот эту ненужную бумагу сжечь вообще топ до идеи к дик крутая свежа как вчерашний огурец как утенок которого мы целовали так вот это вот странное бревно с ветками так давно на него смотрю и ничего с не делаю представляете она меня уже подбешивает своими ветками вот вот так возьмем немножко так чисто таким веселиться сахар вообще надо сначала сухие подкидывать а потом березу вот эту круглую но я так чувствую типа да правильно вообще как бы на своем таком вайбе двигаемся нет я чувствую просто что все сгорит можно не выебывать всегда оставляем одну палочку чтобы закрыть печку кочергу и не люблю трогал она странно кочергане вайбе тут лампочка перегорела что делать как думаете стоит всегда было интересно представлю уже у меня в этом ролике нарушение всех норм адекватности я уже просто по всем статьям сделал опасный контент давайте небольшой ревайн чечня мочалка лампочка в рот протирал окна опасно еще какие-то высказывания тоже можно знаете а не кричит момент истины есть она работает это мы сожгем вместе об дереве возможно а снимать видео на youtube складками печи или брилсики ниже не просто гениальное просто знаете наступает момент когда в печку можно кидать все типа любой ингредиент нужно просто чтобы она разгорелась и сейчас я короче подкинул вообще почти сырых сосновых дров и они загорелись еще жестко потому что там смола а если бы я их самом начале зажег они бы вообще не разожгли потому что они были сыроваты сейчас уже похуй хоть и воду жгеть феодализм снова в строю или как там крепостное рабство да ну сиди крути коробки мы пойдем на экстренный полис я поливаю редис я приготовил себе вот такой прием пищи здесь водоросли вакаме и помидор а в каще соусы это бы надо быть чем-нибудь разбавить каким-нибудь не знаю морковкой потому что слишком насыщенный вкус они очень соленые делаю я тренируюсь в бане новый метод дыхания маточкой я вам хочу сказать что спорт это самое вообще просто прямое олицетворение того как достигаются цели типа вы по этой штуке можете просто делать такой экскурс как развиться в любой сфере жизни просто не везде это так наглядно как в спорте вы это все на физике чувствуете и иногда просто нужна дисциплина мне уже наверное дня три или четыре очень сложно я не понимаю почему я понимаю точно то что я понимаю за то что после этого будет разъеб это значит то что мы где-то верит какой-то . где будет вообще все очень круто и блин мышление позитивное это важно если бы продолжал загоняться и думаю что со мной что-то не так и таких переломов я еще раньше не переживал я их не проходил я обычно сдавался на этом этапе а сейчас мне очень норм и типа я вижу смысл жить я реально познал что-то то нужно познать другим людям сегодня уже спрашивали какая у меня программа тренировок как я составил но на самом деле дело не в программе тренировок типа не только в ней у меня есть своя методика но пока что мы в процессе и я пока что молчу будет у меня результат охуеть какой я вам все покажу вам будет для ляля самая цитируемая талия страна и в баньку волосы кстати не мыл да они сухие тоже лишний раз не надо перебарщивать да и в пижамных штанах и рубашки ем черешни в бане мне выдалась возможность по музицировать прикольно черешни такая нормальная здравствуйте друзья с вами гости из будущего я хочу поблагодарить просмотр этого ролика у меня в последнее время на канале стала залетать абсолютно интересная рубрика для моего канала видимо это такой формат перекочевавшего подкаста если вы не видели обязательно посмотрите уже вышло два ролика про glow up как преобразить свою внешность и как не про свою лайф ролики реально классные снял с кайфом и эти ролики я тоже снимаю для вас с кайфом я рад что мой канал сейчас наполняет именно такие видео я надеюсь они повлияют на вас и станут очень классным соратником сопутником и так далее этим летом а я иду плавать в бассейн посмотрите вот там бассейн такой уже забрали еще раз тысячи тысячи раз уже там чистая вода теплая еще лето началось поэтому скоро будет новый контент обязательно подписывайтесь на мой инсту там много контент будет летнего и тык ток чтобы твоя душа если нужно побежать не забудь ее позвать чтобы твоя душа если нужно побежать не забудь